Долго играющая проблема. Больше года назад в редакцию нашего телеканала обратились жильцы домов по улице Ноздрина. Причиной послужила детская площадка. Ее неожиданно для местных жителей попытались перенести на другой участок. Появилась даже информация о строительстве вместо игрового комплекса торгового павильона. Эта земля кому-то принадлежит, кто-то купил и решили на том месте построить павильон, якобы торговать овощами. Вот то, что мы знаем. Но мы против этого. Тогда людям удалось отстоять площадку. Ее вернули на место, а начальник управления ЖКХ сделал официальное заявление, что стройки не планируются, а качели хотели перенести ради детской безопасности. На данный адрес сам лично выехал. И меня, конечно, сторожило непосредственное соседство с проезжей частью. На основании именно этого я попросил подрядчика произвести перенос на придомовые территории подальше от проезжей части. Но жители были категорически против, в связи с чем, учитывая мнение жителей, данное игровое оборудование осталось установлено на том месте, где оно изначально и находилось. Как выяснилось, слухи о застройке ходили не зря. И в покое игровую площадку оставили ненадолго. Спустя год, когда сменилось Ивановское руководство, а город выбрал думу нового созыва, здесь снова появились рабочие. На этот раз начали они не с качелей и горок, а с деревьев. В понедельник утром спилили и вывезли три ствола. Местным жителям оставалось лишь беспомощно смотреть со стороны, как редеет их зеленая зона. Господин Мамедов, владелец обтоварника, решил здесь построить свой ващной магазин. Все категорически были против. Жители дома 32 носили жалобы и в прокуратуру, и в администрацию города. Дело было приостановлено до тех пор, пока он не был избран депутатом. Сейчас это все возобновилось. Здесь вековые деревья, здесь детская площадка, зеленая зона. Сегодня в 7 утра приехали ребята, которые эти деревья спилили. По информации жильцов, эта земля в собственности депутата с 2011 года. Что планируется строить и будут ли спилены остальные деревья, неизвестно. Как остается в тайне и дальнейшая судьба той самой детской площадки? На наш официальный запрос ответа городская мэрия пока не дала. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.